я увидел что приходят волки когда я 50 голов этот за день в данной зоне были обнаружены так а сейчас волки привет подписчики моего канала и все кто смотрит данное видео решил я сделать фильм про то как я охочусь на волка охота это довольно непростая она очень увлекательная и интересная охотиться буду буду пробовать на вабу и из на приваду знакомые фермеры обращаются очень много случаев нападения волка на овцу на скотину зверь этот очень аккуратный очень умный осторожный поэтому процент чтобы добыть зверя волка это очень минимальный я не знаю сколько уйдет времени сейчас у нас 22 октября бывает так что на одного волка уходит два-три месяца опыт есть поэтому будем пробовать фермер сказал что порвали около 50 овец другого там две коровы лошадь подрали в общем самое основное это сначала найти где этот в каком районе этот дверь обитает сейчас этим займусь буду ставить фото ловушки буду делать приводы буду искать зверя как найдут сразу буду выдвигаться на охоту предстоит проехать не одну тысячу километров скорее всего нужно брать приводу постоянно ее подвозить проверять это очень нудное дело но эффективно если волки находят приводу то уже легче как только они найдут буду выдвигаться что он приехал специально для тебя для тебя чтобы что там что там с этим вот это поле это да 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 посмотрим давай поехали бросаю все наберешь воды да домой воды качаю а то там домой ну то я ты думаешь это волка че этого куча волка там такой этот был блин там это не лисиный никакой сейчас так а сейчас волки пока нет но они должны сейчас они в руки учат да да сейчас должны быть просто сейчас здесь пастух везде они не лезут нас тут а сильно боятся хорошо а так вообще шкодничают где это он там курганом 50 голов порубали зарезали недавно недавно вот недели две наверно назад вот у лисы тоже летом тоже не знаю сколько голов погнали он же ночью здесь пас и тоже видимо детвору учили и погнали не знаю сколько он потерял чего-то когда 50 голов это за этот за день ночью они загляли зашли батару но вас поломался когда испугается они же и 50 голов они нашли а еще там сколько потерялась одна убежит ну понятно далеко отсюда ночи я уже отсюда и не могу так сейчас сориентироваться там конкретно знаешь где-то не да хорошо живет кто живет волк тогда-то было там следы все это года два уже прошло я думаю сейчас тоже не если там не пугали они там и будут жить одни там просто оси если там никто их не трогал то этот она она там будет выводить щенков вид как раз если вот это может оттуда волк понимаешь как раз вот прямо у нас здесь они они должны крикнут а ты куда прям удобно там детали бочки набираем я же шланг отсюда миша закопал я не видел же вот жену как раз как раз балакове он сюда салхоз мирону что-то делать приходил я тоже резко шланг купил а то воды таскать каждый раз так а так воет волки нет ночью собаки что-то воют я эти петарды купил большие выхожу на улице кидаю периодически до особенность на зиму я две-три пачки ружья нет и ничего нет уже в степи тут жить и без ружья то я сколько бегал и то это надо то то и а ты законно хотел ну да закону конечно не на не для охоты а ну как для обороны да не для обороны вода и нелегально купить сюда приезжает резко тоже да да как начнут проверяют ну раньше ездили проверяю сейчас ездили сейчас сюда нет нет бывает то одно время омоновцы даже приезжали вот когда там чечне было в 90 до после войны тоже было там заветным на точке сигареты делали вот эти паленые поймали там где-то в кошаре что ли это время тоже ездили я еще спросил он кошару зашли прошлись в дом я хочу причина там сигареты делали на точке в заветном поймали какой сигарет он навоз не знаешь который никому набирать поехал а садич без лисы шакалы есть но здесь у вас не туда пока нет но он сладится быстро очень скоро будет значит хочу пошли тут делать такого овцы есть особенно маленький так нам чё сейчас что сюда может или куда ну да я думал дорожка а по центру было вот мы прошли тени и ружье не взяли вот это свежий ну как относительно вот заяц да он побежал но я я еще мелким был это в школе я лазил волчье логово я находил это ураган тут было а вот на вот она но это старая это небольшая и нененене лучше это такое волк это договор как барсук может даже лица она с какой стран также тоже было вот так не я смысле в бок вот так вот отсюда туда да да мы где-то пол километра прошли сейчас где-то пол километра я ночью пахал что ли видел говорил вон волка тут волки есть вон этот головы телят может вот это она есть только на ее засыпала уже просто и все не ее просто дубы жарьте два года назад было вот это может она ее просто засыпала и все хотя эти ну волки есть что эти то свежие то это вот они ну то точно в этой посадке да ну то погуще да вот эти шкуры это келенок вообще маленький вот и да относительно такой свежий да дохлядь не воняет зеленок овечка ищем волки нашкодничали ищем следы волков 50 голов зарезали ищем вроде здесь но следы то есть найдем будем заниматься а вот она да она на старая засыпан прям остановились возле нее засыпалась и обвалилась но я еще на цикле лишь вор откуда началось но это вода мне не нора то дальше я говорю я еще в детстве когда находил логово я залазил метра два три идет здоровая нора а потом туда дальше уже уже прям ну или для волчат там наверное ну это здесь не живет ну это два года прошло но он был вот так я еще на мотоцикле чуть не врюхался сюда ну это такой он не был большой он был вот так ну это она оттуда вот начинала вот это вода ну да это может она здесь вот начиналась когда-то здесь они вот основной там волчица лежала а он дальше туда уже там волки чуть-чуть проехали они тут какие тут 150 200 максимум сейчас даже можем проверить есть же ну дистанцию 220 220 не ну стрелять тут нормально а вот еще это можно высохнуть может быть да нет лисия или барсучия что-то такое хотят туда же может это просто вот это она вся нора здесь а это потом со временем оно это дожди нам или она обваливает может я же говорю я на мотоцикле овцы когда жара была зашли сюда а я приехал нету а ведь давай еду смотрю в лесополке и я заехал посередине я чуть не эту нору если бы я туда попал бы перевернулся бы не как сейчас но это было два года назад привет подписчики сейчас приготовил приваду на волка шкура у нас коровья голова копыта размесил по кустам по деревьям в общем данной зоне были обнаружены волки сделал такую приваду друг позвонил сказал корова ногу сломала на ферме я сразу приехал забрал на приваду сзади меня находится поле на поле находятся тюки круглые большие с соломой расстояние я промерил карабином 165 метров расстояние вообще идеальное мне будет видно угол соседней лесополосы 380 метров там балочка идет с камышом тоже в районе полукилометра обзор будет хороший и как раз катушка с сеном находится на самом бугру то есть обзор будет капитальный траву здесь по так посминал немножко ветки поломал голову между деревьев отстромил и обвязал проволокой шкуру тоже обвязал проволокой копыта просто привязал это они все равно порвут если доберу сюда не ну и если получится через недельку приеду посмотрю если привада тронута поставлю фотоловушку в этой зоне посмотрю фотоловушку проверю если зверь ходит то буду пробовать добывать его нет так ну лесу шакала стрелять не буду поначалу ну если кто-то будет может и по лесу поработать в лесу кстати сейчас подъезжали в лесу было видно вот здесь копыта здесь копыта здесь на ветку повесил не видно уже темно здесь вот на ветке висит вот шкуру повесил на дерево и голова все это проволокой обвязал с той стороны ветками завалил чтобы зверь выходил отсюда с моей стороны от дороги тропы тут я посмотрел тропы тоже есть ну неизвестно может даже фазана бегал ну тропки есть тоже такие небольшие ну вот такие вот дела вот корова голова это шкура здесь ветками все закидал забросал чтобы с этой стороны подходили ну все до новых встреч если что будет будем пробовать все всем пока пока приехал на свою приваду вот одно копыто второе третье четвертого нет одной головы нет эту я скинул поставил фото ловушку одну голову тащили и пытались это копыта утащить вот схватили но это по-любому волк был то что дерево было здесь копыта привязана он пытался утащить копыта и сломал ветку видите даже не ветки ну ветка толстая ветка он сломал но все равно не утащил шакал бы на такое не способен и следы тоже видно что есть след очень много вот топтался вон следу очень много следа здесь вот отпечаток почти с руку то есть это однозначно приходили волки ну ничего фото ловушку поставил может в субботу сюда на фото в этот район приедем фото ловушку возьму посмотрю ну все сейчас домой поеду вон вон у а вон Вот приехал к приваде, уже вижу, голов нету, но вижу такую картину. Вот след волчьи, такой маленький, например, скулак, а тут, здесь вообще уже, чуть меньше ладошки, вот и здоровенный. Тут утоптана вот следами, прям для волчара. Здесь голова была одна, вторая на дереве была, я потом ее приехал, скинул. Вот они тут, грызли, не знаю, обтирались, скорее всего, даже. Шкуру, ветку толстую сломали, копыта пытались утянуть, вот видно прокусы от зубов, я ставил фото ловушку. Вот тут они землю драли. Вот фото ловушка. Не знаю, надеюсь, что-то заснял. Если что-то заснял, то обязательно покажу, прикреплю к видео и увидим. Ну думаю, засняла, потому что голова как раз здесь была, думаю, все будет видно. Так вот, но единственное, плохо, поле, на котором были тюки, сены, сейчас это поле распакали и Пашин работает, там техника. Ну ничего, если что, все равно буду сюда, ну сейчас посмотрю по фотоловушке что-то, если что, приеду, буду пробовать ночью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ребята, настал этот день, наконец-то привада сработала, фото ловушка сработала. Ходят две лисы, почему две? Одна такая прям справненькая, хорошая, красивая, а у другой, она чуть похудее и у нее на хвосте черное пятно. Ну ладно, с лисами это понятно, потом куница ходит, днем сороки прилетают, куропатка бегала. Но самое основное я увидел, что приходят волки, пара волков, два волка ходят, один такой поменьше, наверное, ну скорее всего волк и волчица. Вот, сейчас у нас 7 часов 12 минут вечера, я сейчас выдвигаюсь, мне ехать 70 километров, ну по трассе полтинник и 20 по полям. Выдвигаюсь и буду пробовать, не знаю, ну поздно, если к 9 приеду, то хорошо. Волки приходят в час ночи и приходят, и еще зафиксировано в 6 или в 5 утра. Я не знаю, я сейчас увидел быстренько на компьютере, что волк ходит, давай сразу собираться, взял винтовку, взял патроны, 5 патронов взял, думаю, хватит. Поэтому сейчас буду пробовать. Немного переживаю, просто приваду эту, как вы видели сами в инстаграме у меня, это около месяца я ее подвожу, проверяю. В солярке очень много спалил уже, и по расстоянию намотал. Мясо на приваду возьми, это все отвези, очень нудное дело, больше месяца уже вот одной привадой занимаюсь, ну все, я понял, что там 2 или 3 дня подряд волки ходят, поэтому буду пробовать. Но единственный минус, что я поздно выезжаю, если бы хотя бы по вечерочке я приехал, еще в Сирелов, тогда бы, я думаю, у меня шансов было больше. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, все, я выдвигаюсь, и если что получится, я попытаюсь заснять. Ну, это охота, тем более волк, это очень осторожный зверь, умный. Ну, будем надеяться, что все получится. Все, я выдвигаюсь. Ну, будем надеяться, что все получится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Две уже воет, уже уходить будут, в теплик смотрю лежит один, сейчас пойду туда Ну все, забрал я трофей, думаю вы все видели, это было просто жесть, в общем ребята, пришел я на место, встал от привады 160-170 метров Стою, смотрю на поле, лежит кучка какая-то Я подумал почему-то это, либо ути сидят, не знаю, либо гуси сидят Блин, адреналин, фигачить, не могу сконцентрироваться В общем, стояло часа полтора, наверное, как ни больше, замерз просто, ветер очень сильный, а ветер как раз от этой кучки В один прекрасный момент я просто поднимаю голову, беру тепловизор и поднимаюсь, смотрю, встает волчара и потягивается Смотрю, они встают и все давай бегут на меня Стреляю, первым попал, волк заскулил и побежал в балку Поэтому мы и завтра поедем, будем искать с гонщиками, может постараемся найти, я думаю, должны все-таки найти, ну как получится Давай по второму, стреляя по второму, промах Ну все, естественно, они бегут, ну тяжело попасть По третьему, этого сразу лупанул, он сразу лег, четвертый стрелял, кажется, далеко был Опять все, адреналин, ветер сильный В общем, не получилось взять, ну одного взял Потом стою, я думал, что я пять патронов зарядил, а у меня оказалось, что я четыре Волчица стала на дороге, остановилась, я ее вел на 70 или 80 метров Я думаю, ну все, сейчас готово, стреляю, выстрела нет, патрон нет Пока я патрон с кармана достал, зарядился, ну естественно, ее уже не было Ну такие дела Вот такой волчок, это волчица Смотрите, половина моего пальца, большого зуба Хорошая волчица, красивая Сколько их точно было, я не знаю Это все, ну, происходило В доле секунды адреналин Всплеск мгновенный, там, ну, трусить начал Сначала от холода, потом от адреналина В пот бросил Ну, просто жесть, конечно Ну, самое главное, есть результат Вот он я Такие вот дела, такая вот охота А они лежали, возле приваты лежали Они ее охраняли Охраняли, а тут Увидели меня, сегодня луна Увидели меня и побежали на меня атаковать А по фотоловушке я видел, что они Около часа приходят Я давай Быстрее собрался Сегодня фотоловушку забрал Быстрее собрался и поехал Так вот, вот Ну, не зря съездил Такая вот охота Вот чтобы добыть одного волка Вот у меня ушло больше месяца Эта охота очень непростая И мне кажется, одна из самых сложных Такие дела Все Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Если будет интересный контент Естественно, буду снимать Буду загружать на канал Всем спасибо